АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, о детских новостях Чувашской Республики вам готовы рассказать Никитой и Данилой Васильевой. Сегодня вы узнаете, что умеет делать самый крутой робот Чуваши, какие экспонаты хранятся в музее кино, кто может стать кадетом и как чебоксарец Саша Долинский попал на съемки клипа известной певицы. АПЛОДИСМЕНТЫ Бальных ребят гриппом стало меньше в чебоксарах. Многие классы и школы вернулись после карантина на учебу. Ура! Очень хорошая новость, но почему ты говоришь, что я как робот? А почему нет? Уверен, что скоро вести новости будут роботы. Пусть ребята привыкают. Даже если ведущими будут роботы, этого никто не заметит. Выглядеть они будут по-человечески. Слушай, а может ты не мальчик, а электроник? Так, перестань! Бег роботов ведущих еще далек. А пока самого крутого робота Чуваши научили играть в боулинг. Знакомьтесь, MBF Robotics версия 3.1. Я познакомился с этой машиной на Робофесте, конкурсе начинающих конструкторов. Это самый крутой робот на этом фестивале. Он играет в боулинг. Его сделали не школьники, а студенты. Так что ребятам есть на кого равняться. Роботикс, робот с характером, стал двигаться только после долгих уговоров, когда люди спрятали от него яркие солнечные лучи. Заток. Все другие роботы на фестивале были изготовлены из конструктора Лего. Эта модель показывает, что делать, чтобы радиоволны не сбивались с пути пчел. У них есть своя радиоволна, а вот эти радиоволны, они мешают, они сбивают ее радиоволну. И что делать? Надо не строить кули рядом с ульями. Или вышки не строить рядом с ульями. Вот. А еще можно приделать кулем колеса и уезжать подальше от опасностей. Такой вариант предлагают ребята из города Шумерля. У них вообще большие конструкторские планы. Я хотел изобретать такого робота, который будет помогать чинить. Ну, провода там какие-нибудь будут сварить. Или все угодно по чине. Пока самые юные участники рассказывали о проектах, подготовленных в своих кружках, ребята постарше собирали роботов прямо на глазах жюри. А потом начались заезды. В соревнованиях по шорт-треку робот должен проехать от старта до финиша как можно скорее. В робофесте приняли участие более 200 ребят. Победители уже готовятся ехать на всероссийские соревнования. Даниил Сергеев, Андрей Шоклев, Акилбупсер. В Чебоксарах проходит конкурс по изготовлению кормушек. Он называется «Кафе для пернатых». Принять участие могут ученики пятых-восьмых классов. Если хотите выиграть призы, знайте, ваша кормушка должна быть изготовлена из экологических материалов. Выглядит красиво и необычно. Также важно, чтобы птицам было удобно в новом кафе. Приносите свою кормушку в Центральную городскую библиотеку Маяковского. А вот ученики 61-й школы сейчас дружно собирают макулатуру. А все для того, чтобы их приняли в «Зеленые пионеры». Кто это такие, вы узнаете из сюжета Валеры Титарчук. Исписанные тетрадки, старые учебники, газеты и журналы. У многих макулатура просто пылится дома. Но только не у учеников 4-го А-класса 61-й школы. Мы решили принять участие в экологической акции. Принесли в школу 400 килограммов макулатуры. Особенно постаралась семья Игнатьева. Моя семья собрала почти 100 килограммов макулатуры. Она готовилась к этому дню. И мы ходили к соседям, к родственникам. И большую часть макулатуры дала нам наша бабуля. Мы за экологию. Учитывая, что где-то 60 килограмм макулатуры спасает одно дерево, то мы можем сегодня предположить, что мы с вами, собрав 400 килограмм, спасли почти 7 деревьев. За сбор макулатуры полагаются деньги. 1600 рублей. На собранные средства мы купили корм и отправились в центр передержки животных. Сейчас здесь ждут хозяев 90 собак. Уверен, нашего корма всем хватит. Самую общительную и дружелюбную Венди нам разрешили покормить самостоятельно. Акцию «От ребенка к зверенку» придумали сотрудники Общероссийского общественного движения «Зеленая Россия». Именно они принимают ребят «Зеленые пионеры». Но чтобы получить звание защитника природы, надо постараться. Каждый месяц проводить субботники, мастерить скворечники, собирать пластиковые бутылки. Чем мы с удовольствием и займемся. Валерий Титарчук, Сергей Адушкин и Килл Бупсер. Быть «Зеленым пионером» — это хорошо. А вот быть кадетом — еще лучше. Кадеты — будущие защитники нашей страны. Они смелые, умные. В 10 лет маршируют, как военные. Умеют вязать морские лизуи и вальсировать. Просто чудо, дети! 17 февраля 1732 года императрица Анна Иоанновна издала указ об открытии в России корпуса кадетов. Именно в этот день, но спустя 285 лет, состоялось посвящение кадетов-пятиклассников нашей кадетской школы. С каждой минутой волнение ребят нарастает. Ведь сейчас они, как военные, примут присягу, произнесут торжественную клятву и станут настоящими кадетами. Вернитесь, мы отвержимся, служите Отечеству! Привернитесь! Быть верными и честными товарищами! Привернитесь! Поддержать юных кадетов пришли мамы, папы, бабушки, дедушки и, конечно же, преподаватели. Когда мы такими же маленькими были в школе учились, было поколение такое. Все хотели же космонавтами, летчиками, да, моряками стать. Сейчас, конечно, времена меняются, молодежь, интересы другие. Но все-таки думаем, что кто-то вот такую стезю морскую выберет. Быть кадетом непросто. Получать хорошие оценки, смирно сидеть на уроках, держать осанку, съедать все в столовой. Иногда бывает сложно, но ребята справляются. Даже девчонки. В нашей школе очень прославлена дисциплина. Нельзя бегать по коридору, шуметь на переменах. У нас, ну, как обычная школа, только у нас военный уклон там. У нас чего? Оружие разбираем, собираем, маршируем. У нас в школе есть специальные нормативы для этого. Еще у нас вот такие вот книжки, где и записываются все оценки. Мы только сегодня ее получили. Нам нужны для службы якоря и тросы. Нужен нам уж так, что помнят все матросы. Нужен так, что реет над волною синий. А всего нужнее Родина Россия. Теперь, ребята, вы знаете, что в феврале празднуют не только День Защитника Отечества, но и День Кадета. Поздравляйте своих знакомых. Даша Шоклева, Андрей Шоклев, Акилл Бупсер. Так, роботами мы сегодня были. Теперь пора побыть клоунами и подарить всем хорошее настроение. Ну, давай, скажи какую-нибудь шутку. Мой самый любимый предмет в школе – это телефон. Тебе надо в цирке работать или в комедиях сниматься. А что, неплохая идея. Я с радостью пополню архив «Чувашкино». Многие знают то, что в Чубаксарах есть музей трактора. Но сегодня для себя я открыла еще один удивительный музей. Это музей истории кино. Этот объектив, кстати, один из экспонатов. Объективы, пленки, афиши, множество разных киноаппаратов. И все можно потрогать, подержать в руках. Такие проекты стояли в прошлом веке в школьных классах. Этот аппарат объездил все деревни нашей республики. А вот немецкое чудо техники. В прошлом году этот проектор подарил музею один Чубаксарец. С такого кинопроектора немые фильмы показывались солдатам в нашей, ну, в советской армии, в Красной армии во время войны. То есть почему этот проектор у него оказался? Его отец служил в Германии во время войны. После войны оставался там еще как комендантом на какое-то время. Он привез после войны этот проектор сюда. Чтобы смотреть фильмы на таких аппаратах, нужно зарядить их пленкой. Причем не одной катушкой. Полтора часа кино – это 10-12 катушек. В музее их очень много. И у каждого фильма есть свой номер. В архиве прохладно, ведь при низкой температуре пленка хранится лучше. Когда мы зашли в архив, я увидела много-много катушек. И оказывается, что их целых 10 тысяч. И вот я нашла даже маленький кусочек пленки, которая хранится именно там. Нам рассказали, что все эти аппараты работают. И мне бы очень хотелось бы посмотреть на них очень какой-нибудь фильм. Ну, они могут сломаться и их очень берегут. Больше мне всего понравилась здесь лампа, потому что она взрывоопасна. Но чтобы ничего не случилось, ее держат в чехле от хулиганов. Кусочек истории в музее раздают всем желающим. Сувениры, изготовленные на глазах, пользуются большой популярностью. А еще в Чувашкино можно посмотреть фильмы, снятые в родной республике. Кстати, первому из них – волшеские бунтари. Более 90 лет. Софья Родионова, Андрей Шоколев, Акилбупсер. Валеньки. Что вы знаете об этой обуви? Теплые. И, как оказалось, спортивные. Потому что в Козловской районе Чуваши все ребята играют в хоккей в валенках. Главные атрибуты этого спорта – клюшка, мяч и, конечно же, валенки. Бегать в них по льду оказалось не так уж и сложно. А вот ученику 31-й школы Саше Долинскому пришлось играть в хоккей под прицелом камер. А все потому, что он снялся в клипе известной певицы, финалистке проекта «Голос дети» Рагды Ханиевой. Как он туда попал – сейчас выясним. Это отрывок из клипа «Летай» – участников проекта «Голос дети» Рагды Ханиевой и Саши Савинова. По сценарию ребята помогают мальчику из бедной семьи попасть в хоккейную школу. Именно эту роль московские режиссеры доверили сыграть нашему Саше Долинскому. Я узнала об этом клипе через объявление ВКонтакте. Это объявление прочитала мне моя мама и предложила съездить на кастинг. Ну, я не отказался, потому что я люблю Москву и решил съездить. Кастинг длился три дня. Я рассказала себе, потом мне сказали спеть песню, рассказать стих, рассказать, смогу ли я приехать в Москву надолго, на два дня, то есть рассказать о том, как я катаюсь на коньках. Сашу пригласили на съемки в тот же день. Работали ребята, как взрослые, по 12 часов в два дня. Ну, мама! Я сказала нет! Ну, мама! Саш, мы не можем себе это позволить. Нет! Уходим. Мама кидает на стену. Хорошо. Все время я очень хотел есть, потому что съемки были очень долгие, и, конечно, перерывы были очень редко. А были какие-нибудь смешные моменты? Был один. Когда мы снимали сцену с хоккеистами, и Саша Савинов упал. И тогда мы, конечно, все посмеялись, и дубль сорвался. Сам Саша тоже занимается вокалом в студии Акси. А еще успевает посещать тренировки по карате и ходит в бассейн. Он постоянно участвует в конкурсах. Актеры клипа «Летай» не получили гонорар. Но зато теперь в толстом портфолио нашей звездочки есть не только дипломы, но и запись клипа. Когда я вырасту, я хочу стать певцом и врачом-реаниматологом. Аня Козлова, Расиль Мухаммедов, Акилбупсер. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Напоминаем, что любой выпуск программы Акилбупсер вы можете посмотреть на сайте ntrk21.ru или в нашей группе ВКонтакте. Мы ждем от вас предложений, комментариев, лайков. Пусть новости будут только добрыми. До свидания! АПЛОДИСМЕНТЫ Ху-у-у! Хе-хе-хе! Ну нет, не смешно. Это всегда было смешно. Ага. Пиу! 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 Субтитры создавал DimaTorzok